Сура 14. Пророк Ибрахим. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Некое Писание, Коран, мы не спаслали тебе, о Пророк, чтобы ты выводил людей из мраков невежества и неверия, к свету, истины и веры, с дозволения их Господа на путь величественного и достохвального Аллаха, которому принадлежит всё то, что в небесах и что на земле. И горе будет неверующим от сурового наказания, которые любят земную жизнь больше, чем вечную, и отклоняют людей от пути Аллаха, от ислама, полной покорности Ему, стремясь исказить его, путь Аллаха. Такие пребывают в далёком от истины заблуждении. И мы отправляли каждого посланника только с языком его народа, чтобы он, Пророк, ясно разъяснял им закон Аллаха. И Аллах же вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на истинный путь, кого пожелает. И ведь Он величественный и мудрый. И вот уже прежде мы отправляли Мусу к потомкам Исраила и подкрепили его нашими знамениями, чудесами, которые указывали на его правдивость. «Выведи народ твой из мраков, невежества и неверия, к свету, истины и веры, и напомни им про дни Аллаха, про дни, когда Аллах даровал им благополучную жизнь, и про дни, когда прежние общины постигало наказание от Аллаха». Поистине в этом, в напоминании о днях Аллаха, однозначно содержится знамение для каждого терпеливого и благодарного Аллаху. «И расскажи им, о пророк, о том, как однажды сказал пророк Муса своему народу потомкам Исраила. Помните о благодати Аллаха, которую Он оказал вам, когда Он спас вас от сборища фараона, фараона и его приспешников, утопив их в море, которые возлагали на вас злое наказание, сильно мучили вас, вырезая, убивая многих ваших сынов и оставляя в живых ваших женщин, чтобы использовать их в качестве служанок. «И было в этом для вас испытание от Господа вашего великое, а в спасении для вас большая милость, за которую вы всегда должны быть благодарными Аллаху. И вот возвестил Господь твой, «Если вы будете благодарными за дарованные мной благо, то я непременно умножу вам благо, а если будете проявлять неблагодарность, поистине наказание мое однозначно сильно». И сказал пророк Муса, потомкам Исраила, «Если будете неблагодарными, неверующими и ослушниками, вы и все те, кто на земле, то ведь поистине Аллах однозначно богатый, не нуждается ни в ком и ни в чем, и достохвальный». Разве не дошли до вас, о община Мухаммада, вести, истории о тех, которые были до вас, о народе пророка Нуха, о бадитах, которым был послан пророк Худ, и о самудянах, которым был послан пророк Салих, и о тех, которые были после них. Не знает их, их количество никто, кроме Аллаха. Приходили к ним, к тем народам, их посланники с ясными знамениями, с откровением и доказательствами от Аллаха, а они вложили руки свои в уста свои, чтобы кусать их от злости и ненависти к истинной вере, и сказали своим посланникам, «Поистине, мы не веруем в то, с чем вы посланы, и ведь поистине мы однозначно пребываем в обвергающем, в растерянность, в сомнении от того, к чему вы нас призываете, от призыва поклоняться только одному Аллаху». Сказали им их посланники, «Неужели в отношении Аллаха есть у вас сомнение, Творца Небес и Земли? Он, Аллах, зовет вас, чтобы простить вам часть ваших грехов, те, которые были до того, как вы уверовали, и отсрочить, отложить вам вашу смерть, продлить жизнь до определенного предела, чтобы не наказывать вас в этом мире. Они сказали, «Вы лишь люди, такие же, как и мы. Вы желаете отвратить нас от того, чему поклонялись наши отцы, от многобожие. Приведите же нам явный довод на то, что вы правдивы в своих речах». Услышав это, их посланники сказали им, «Да, действительно, мы лишь такие же, как и вы, люди, но однако Аллах одаряет милостью того из своих рабов, кого пожелает, избирая его своим посланникам. И никак нельзя нам, и мы не можем приводить довод, иначе, как только с дозволения Аллаха. И пусть только на Аллаха полагаются верующие во всех своих делах, твердо надеются на его помощь и поддержку. И почему нам не полагаться на Аллаха, раз он повел нас нашими путями к спасению от его наказания, следуя положениям его закона? И мы непременно и обязательно будем терпеть то, чем вы нам причиняете обиду. И пусть только на Аллаха полагаются во всех своих делах, уповающие, твердо надеются на его помощь и поддержку. И сказали те, которые стали неверными, своим посланникам, «Мы непременно выведем и сгоним вас из нашей земли, или же вы обратно вернетесь к нашему толку, к вере». И внушил им посланникам их Господь. Мы непременно погубим притеснителей, враждующих неверующих. И обязательно поселим вас, о посланники и ваших последователей, на земле после них, после того, как погубим неверующих. Эта гибель неверующих и поселение верующих на их земле является установленным решением для тех, кто боится стояния передо мной в день суда и боится моей угрозы, наказания. И просили они, посланники, у своего Господа победы против врагов своих. И каждый упорный притеснитель, тот, кто не принимает истину, оказывается в убытке. Впереди его, того неверующего, гиена, ад. И будут поить его гнойной жидкостью, которая вытекает из тел адских мучеников. Он будет пить ее глотками, но еле-еле будет проглатывать, и приходит к нему смерть со всех мест. Но однако он не умрет, чтобы избавиться от этих мучений. И перед ним суровое наказание. Пример тех, которые стали неверующими в своего Господа, деяния их, благочестие к родителям, поддержка родственных связей, подобно пеплу, над которым усилился вихрь в ветреный день и развеял его. Они, неверующие, не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Им за это не будет никакой награды в день суда. Это, надежда на награду за благие деяния без веры, является далеким заблуждением. Разве ты, о человек, не видел, разве ты не знаешь, что Аллах сотворил небеса и землю и все, что в них, поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определенной целью. Если он пожелает, то уведет вас в небытие и приведет новое творение других, которые будут полностью покорны ему. И это, увести вас в небытие и привести других, для Аллаха невелико, нетрудно. И в день суда предстанут они творения все перед Аллахом и скажут слабые последователи в заблуждении тем, которые были высокомерными, своим предводителем. Поистине, мы были для вас последователями, так не избавите ли вы нас сегодня от наказания Аллаха, как вы нам обещали это, хоть на чуть? Они, предводители заблуждения, скажут. Если бы Аллах наставил нас на истинный путь, привел бы к вере, то и мы непременно повели бы вас. Нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть, нет нам спасения от наказания Аллаха. И сказал сатана, когда дело было решено, после того, как Аллах произвел расчет и ввел своих рабов в рай и в ад. Поистине, Аллах обещал вам обещание истины, о том, что будет воскрешение и воздаяние. Обещал и я, что не будет этого, но я обманул вас, дал ложное обещание. И не было у меня над вами, над неверующими, никакой власти, чтобы принудить вас совершать неверие и ослушание Аллаха, кроме только того, что я позвал вас к неверию и заблуждению, и вы ответили мне, последовали за мной. Не порицайте же меня, а порицайте самих себя за ваши собственные грехи. Не могу я помочь вам избавиться от наказания Аллаха, и вы не сможете помочь мне. Поистине, я отрекаюсь от того, что вы меня сделали соучастником Аллаху в вашем повиновении раньше в земной жизни. Поистине, притеснители, отвернувшиеся от истины и последовавшие за ложью, таковы, что им уготовано мучительное наказание. И введены будут те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, исполняли его повеления и оставляли то, что он запретил, в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них в райских садах вечно с дозволения и могущества их Господа. Приветствие их будет там в раю, мир. Разве ты, о пророк, не знал о том, как Аллах приводит притчи и благое слово? Слова единобожия, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Оно, благое слово, в примере сравнивается, как благое дерево, пальма. Корень его тверд, а ветви его в небе. Оно, то дерево, приносит свои плоды в каждый миг с дозволения своего Господа. И приводит Аллах притчи людям, чтобы они вспоминали и брали себе назидание. Также и эти слова, они тверды в сердце верующего. А праведные деяния подобны ветвям того дерева. Когда верующий совершает их, они восходят к Аллаху, и ему записывается за них награда. К нему восходит благое слово. Слова свидетельства единобожия, поминания Аллаха и чтения его книги. И праведное дело, исполнение обязательных и дополнительных дел. Поднимает его благое слово к Аллаху. Сура Творец. Аят 10. А пример скверного слова, слово неверия, подобен скверному дереву, плоды которого горькие, которые можно вырвать с поверхности земли. Нет у него прочности, глубоких корней. И нет у него ветвей, восходящих к небу. Такое же положение и у неверующего. Нет в нем самом блага. И его благие слова и праведные дела не восходят к Аллаху. Подкрепляет Аллах тех, которые уверовали, твердым словом, свидетельством нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. И Мухаммад, посланник Аллаха, в земной жизни и вечной жизни, и во время смерти, и при допросе ангелами в могиле. И Аллах вводит в заблуждение притеснителей, оставляя их без своего содействия. И творит Аллах, что желает, содействуя верующим, и оставляя без помощи неверующих. Разве ты, о человек, не видел тех неверующих курайшитов, которые обменяли благодать Аллаха на неверие, вместо того, чтобы благодарить его за дарованную безопасность в Мекке, отвергли его посланника, и поселили своих людей, последователей, в обитель гибели, выведя их на битву против посланника Аллаха, где они погибли, гиенну, в которой они будут гореть, а именно на битву при Бадри. И как ужасно это пребывание. И предали они, те неверующие, Аллаху равных, чтобы сбивать людей с его пути. Скажи им, о посланник, пользуйтесь этой вашей жизнью, потому что ваше возвращение в огонь, ад. Скажи, о посланник, рабам моим, которые уверовали, чтобы они совершали обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. И чтобы расходовали на пути Аллаха как обязательную и добровольную милостыню из того, чем мы наделили их, из своего дозволенного имущества, тайно и явно, прежде чем наступит день, день суда, когда не будет ни торга, никто не сможет откупиться от наказания, ни дружбы, не поможет дружеская связь с кем-либо. Аллах, Он тот, Который сотворил небеса и землю, и низвел с неба, с облаков воду, дождь, и вывел ею водой разные плоды, как пропитание для вас. И подчинил Он вам суда, чтобы они плыли в море по Его повелению, по Его могуществу. И подчинил Он вам реки, чтобы вы и ваши животные пили из них, и чтобы вы поливали посевы. И подчинил Он вам солнце и луну, как два непрестанных в движении. И подчинил Он вам ночь, чтобы вы в ней отдыхали. И день, чтобы вы искали себе благо, которое Он дарует, и устраивали жизнь. И Он дал вам все, что вы просите. И если вы будете считать благодать Аллаха, которую Он дарует, то не сочтете ее. Поистине человек однозначно притеснитель по отношению к самому себе и неблагодарный своему Господу за дарованные им благо. И помни, о пророк, как сказал пророк Ибрахим, обращаясь с мольбой к Аллаху, когда поселил своего сына Исмаила и его мать Хаджар в долине Мекки. Господи, сделай этот город, Мекку, безопасным, где каждый будет в безопасности, и отдали, убереги меня и моих сынов от того, чтобы мы поклонялись идолам. О Господи, поистине, они, идолы, сбили с пути, стали причиной для заблуждения многих людей, а кто последует за мной, тот со мной, на одной вере и на одном пути, а кто ослушается меня, будучи при этом верующим, то ведь ты прощающий и милосердный. О Господь наш, поистине, я поселил часть из моего потомства в долине, где нет ни одного поля с посаженными растениями и где нет воды у дома твоего запретного. Господь наш, я сделал это по твоему повелению, чтобы они совершали молитву. И сделай сердца некоторых из людей, верующих, благосклонными к ним и надели их в этом месте плодами, чтобы они благодарили тебя. О Господь наш, поистине, ты знаешь, что мы скрываем в своих сердцах, и что обнаруживаем, совершаем открыто, и не скроется от Аллаха ничего на земле и на небе. Хвала Аллаху, который даровал мне при старости сыновей Исмаила и Исхака. Поистине, Господь мой однозначно слышит мольбу тех, кто обращается к нему. О Господи, сделай меня совершающим молитву постоянно и надлежащим образом и из моего потомства. О Господь наш, и прими мою мольбу. О Господь наш, прости мне и моим родителям. Пророк Ибрахим просил прощения для родителей до того, как узнал, что его отец останется неверующим. И всем верующим в тот день, в день суда, когда наступит расчет, когда все люди встанут для расчета перед Аллахом. И никак не подумай, о пророк, что Аллах не брежет тем, что творят притеснители неверующие. Он лишь дает им отсрочку, откладывает наказание до дня суда, когда от величайшего страха закатятся взоры, поднимутся и будут пристально смотреть. И воскресшие устремятся к месту сбора, торопливо, ни на что не обращая внимания, с поднятыми вверх головами. Не возвращаются к ним их взоры, и сердца их пусты, от страха лишены чувств. И предупреждай, о посланник, тех людей, которым ты послан, о том дне о дне суда, когда придет к ним наказание. И скажут те, которые причинили несправедливость самим себе, неверующие, когда увидят наказание. О Господь наш, отложи нам до близкого срока, дай небольшую отсрочку. Мы ответим на твой призыв, уверуем в тебя и последуем за посланниками. И будет им сказано. Разве вы не клялись раньше в земной жизни, что не будет для вас никакого изменения того положения, в котором вы находитесь, что якобы не будет воскрешения. И вы поселили в жилищах тех, которые причинили зло самим себе, неверующих прежних поколений. И стало ясно для вас, как мы поступили с ними, с народами Худа и Салиха. И привели мы вам в Коране примеры, но вы не взяли из них наставлений. И вот они, многобожники, хитрили своей хитростью, чтобы убить посланника Аллаха или причинить ему зло. Но ведь у Аллаха вся их хитрость, он обращает ее против них самих, хотя и хитрость их такова, что даже горы бы от нее исчезли. Готовы небеса разрушиться от этого, и земля расколоться, горы пасть прахом, рассыпаться от того, что они, неверующие, приписали милостивому сына. Сура Марьям Аяты 90-91 И никак же не считай, о пророк, что Аллах может нарушить свое обещание, данное своим посланникам о своей помощи им, ведь поистине Аллах величественный и обладатель мщения по отношению к своим врагам. Он отомстит своим врагам в тот день, в день суда, когда земля будет заменена другой землей, белой и чистой, как серебро, и когда также будут заменены небеса на другие, и воскреснут творения, и предстанут пред Аллахом, единственным и всепобеждающим. И ты, о пророк, увидишь бунтарей, неверующих в тот день, закованных в цепи. Одеяния их будут из смолы, а лица их покроет огонь. И все это будет сделано с ними, чтобы Аллах воздал каждой душе то, что она приобрела, совершила в земной жизни. Поистине, Аллах быстр в расчете. Это, Коран, является возвещением для людей, чтобы они были предупреждены им, Кораном, и чтобы они знали, что Он единственный истинный Бог. И чтобы внимали увещанием, получали пользу от Него, обладатели здравого разума.